Свою супругу знал с детства. Воспитывались с ней в одном духе, в одной церкви. Она была дочерью пастора, а я был сыном, можно сказать, неверующего отца. Моя мама была верующей, отец позже пришел к Господу. Но у меня было право выбора пойти за матерью или пойти за отцом. Почему я выбрал церковь и почему пошел за матерью? Мы были... У нас была большая семья, шестеро детей. Жили мы, скажем так, бедно. Хотя в Советском Союзе любая помощь была запрещена, так как мы шли в светлое будущее. В социальной системе все время была брешь, но никто не признавал, потому что идея коммунизма – это идея процветания. Но мы жили бедно. И вот приходили к нам верующие люди. Они приходили, я помню, как они пели, а после того, как они уходили, у нас был праздник, потому что они приносили с собой одежду, продукты питания, фрукты. И вот этот добродетель меня купил, потому что я был мальчиком, у меня была возможность сравнить людей, которые неверующие, и людей, которые принадлежали церкви. И вот их добродетель меня купила, я с радостью шел в церковь. И, может быть, в самом начале это, конечно, была, ну, скажем так, идея, ну, что-то получить, что-то взять. Но со временем я, посещая церковь, смог понять, что такое настоящая Божья благодать. И да благословит вас обильно Господь. И всех нас пусть Бог обильно благословит быть верными до конца жизни. И тогда, когда мы предстанем пред Богом, мы можем услышать хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, добро пожаловать в царство Отца твоего. Аминь. В 1984 году я подошел к ней, сделал предложение. Она согласилась. В принципе, я не ожидал другого ответа, потому что мы это друг друга знали. Но все равно какие-то переживания были определенные. Вот. Но она согласилась, сказала «да». И вот в 1986 году у нас родилась первая дочь. В 1987 году родился сын. В 1988 году родилась дочь. Потом сын, потом дочь, потом сын, сын. В общем, я помню, как люди мне говорили «что вы делаете?». Я говорю «ну ничего, а поэтому у вас столько детей». И некоторые говорили «вы вот это, ну, растите бедноту» и так далее. Но я им скажу, что с женой мы никогда не обсуждали, сколько у нас будет детей. И мы радовались, что Бог нам дает детей. Сейчас, когда уже прошло, ну, больше 35 лет, я скажу, наверное, нужно было больше детей. Потому что все они сейчас с нами в служении, все женаты, замужем. Кроме одной девочки, которую мы взяли из Грозного во время войны чеченской, мы взяли в свой дом девочку. И сейчас она тоже здесь живет с нами в Санкт-Петербурге. И, ну, скажем так, она уже в зрелом возрасте, но пока не замужем. И вот я скажу, что было действительно тяжело, было сложно. Было 27 лет, и вдруг, ну, как-то даже неожиданно для нас, так как мы уже были, жили в Санкт-Петербурге, она оставалась и остается до сих пор жить на Северном Кавказе, во Владикавказе, звонят нам и говорят «Вашей дочери, Алене, плохо». Вот, ну, сильно плохо. И, конечно, мы не знали, что за болезнь, какая болезнь, так как я жил долгое время на Кавказе, было много знакомых, много людей из медицины знакомых. Я позвонил одному, второму, третьему, и обнаружили у нее, значит, жидкость легких. Мой друг звонит мне и говорит «Ну, это серьезные проблемы». И приходят, приходят врачи разные и дают определенные диагнозы, говорят «А, это, наверное, туберкулез». «А, это, наверное, вот…» И, в общем, какие-то свои догадки. И я одному человеку здесь уже в Санкт-Петербурге, врачу, я сказал «Слушай, ну так и так жидкость легких и жидкость в области сердца». И там говорят «Туберкулез». И он мне говорит, врач местный здесь, он говорит «Ну, если это туберкулез, то радуйтесь, то может быть совершенно другой диагноз». И этот человек, он, значит, сказал, что ее нужно перевозить в Санкт-Петербург, потому что все-таки, ну, медицина, ну, отличается от нашего города и Владикавказа. Специалисты разные, оборудование разное. И вот мы нашли человека, который на протяжении определенного времени выкачивал жидкость с легких, и мы попросили одного врача выкачать жидкость из области сердца. И это было очень, ну, скажем так, сложно, ответственно, и человек взялся за это дело. И вот когда выкачали жидкость, она почувствовала себя хорошо. Мы взяли билет на самолет. Это удивительно тоже, это риск, потому что, в принципе, транспортировать такого человека нужно было обязательно в сопровождении врачей. Но мы понимали, ну, кто будет этим заниматься. У него прописка Владикавказская и так далее. Кто будет заниматься. Ну, в общем, мы взяли билет, и на удивление она шла бодро. Она села в самолет вместе, летела с моей женой. И вот они только вылетели с Владикавказа, а я на машине приехал в аэропорт Пукове. Вот пока они летели, я все время молился. И я вам скажу, что пастор в церкви я уже со стажем, и люди часто обращаются. И очень легко сказать, отдайте все проблемы Господу. Бог решит, Бог взял на себя все грехи, Бог понес все болезни. Я скажу, в тот момент, когда я столкнулся с тем, что моя дочь болеет, это все было провозглашением. Нет, было сочувствие. Я очень человек сочувственный такой. И, конечно, мы могли с людьми поплакать и помолиться, но это чужая боль, а это своя боль. И я скажу, что долгое время я не мог сказать, Господи, да будет воля Твоя. Вот я не мог, и все. В общем, возвращаясь к тому, что они летят самолетом, связи нет. Как она себя чувствует? Что будет? У нее же только что выкачали жидкость из области сердца. Что будет? В общем, самолет сел, и смс-ка пришла в области зоны действия. Я набираю телефон, звоню, и моя жена говорит это на удивление. Она себя чувствует бодро, весело. То есть никаких проблем, как будто бы нет никакой болезни. Ну и мой знакомый походатайствовал так, что мы поехали в военно-медицинскую академию, там нашли место. Мы ее привезли, значит, врачи стали обследовать. Ну и во Владикавказе она лежала в реанимации, и врачи уже дошли до пика определенных своих возможностей. А здесь, в Санкт-Петербурге, они, значит, мы посмотрели на нее, живой ребенок, вот все нормально, и поместили ее в палату. Мы обрадовались, помолились, поблагодарили Господа, поехали домой. Через 20 минут звонок. Ваша дочь в реанимацию. Мы возвращаемся. В реанимацию не пускают. Она никакая. В общем, это состояние, когда она была в реанимации, билось две недели. И через неделю нам сказали, что у нее рак, четвертая стадия, и вам нужно с ней попрощаться. Моя жена, она такой смелый человек. Вообще, я скажу, женщины гораздо сильнее, чем мужчины. Моя жена всегда с ней в реанимации, дежурит. А я сижу тоже целыми днями в машине. И вот когда Алена пришла в себя, то есть ей морфин колет, страшные боли, и врачи ничего не делают. То есть они нам сказали, что у нее, значит, вот, ну, злокачественная вот эта болезнь, рак. И первая моя реакция, ну, давайте, ребята, что-то делайте, химию давайте, потому что, вот, ну, как-то нужно спасать человека. Ну, врачи очень спокойно, вот, и мой, вот, друг, брат в Господе, он говорит, Петр Анатольевич, можно сейчас делать общую химию, но тогда можно испортить весь процесс лечения. Он говорит, давайте так, если мы верим Господу, доверяем Богу, и этот момент тоже. То есть не нужно спешить, не нужно торопить врача. Вот как оно идет, так идет. И опять, конечно, это же слова, это же тебя касается, твоего ребенка. Вот, ну, в общем, получая СМС, сижу в машине, получая СМС, пап, чего ты плачешь? А оказывается, когда она пришла в себя, она спрашивает у моей жены, мам, а где папа? А что она моя готова, внизу плачет, сидит. Я, правда, я вот эти все, все это время сидел и плакал. Я только говорю, Господи, я прошу Тебя, я прошу Тебя исцелить. То есть мне даже в голову не приходило сказать, Господи, да будет воля Твоя. Людям я это советовал. Но когда это меня коснулось, понимаете, и вот она мне пишет, пап, чего ты плачешь? У меня есть два выхода. Первый – это получить от Господа исцеление и быть с вами. Второй – это уйти к Господу и быть с Ним. И тот, и другой меня устраивает. То есть и тот, и другой путь. И вот в тот момент, когда я получил эту СМС от моей дочери, вдруг произошло какое-то прозрение. До этого я все время рисовал картину мрачную. Похоронная процессия. Я расстаюсь с дочерью. Она уходит в вечность. Я понимал, что она к Господу уходит. Но сердце уже не прикажешь, болит сердце. И вдруг вот после этого СМС-сообщения какое-то прозрение. Думаю, что это Дух Святой. Открывает очи. И у меня мысль. Это даже, знаете, как будто как голос. Ну, я не могу сказать, это голос. Просто вот, знаете, написано, что Дух свидетельствует Духу нашему. То есть, вот Дух Божий мне говорит, отчего ты хоронишь ее. Может быть, сегодня вечером ты умрешь. И я как-то встрепенулся и подумал, а правда, а может быть, я уйду. А потом опять, а вдруг сегодня будет пришествие Господа, и Бог заберет всех. И мне на душе вот стал такой покой. Неописуемый покой. Это не то, что, знаете, слезы ушли. Нет, внутри покой. И я стал тогда женой каждый вечер. Молиться, говоря, Господи, слава Тебе за то, что до сих пор мы живы. До сих пор мы храним и Тобой. А завтра? А чего на завтра обращать внимание? Может быть, Бог все изменит, будет все по-другому. Живи вот этим днем и радуйся, и благодари Господа. И вот в тот момент, когда Дух Святой проговорил, и когда наступил покой в сердце, я мог сказать, Господи, да будет воля Твоя. Мы продолжали молиться. Шесть месяцев она лежала в больнице, прошла химию. У меня есть фотография, она присылала, как она менялась. И наши уже дети все подшучивались. Ну, Алена, ну у тебя прическа. То есть, вот, как-то так, ну, вроде бы и поддерживали ее. Все переживали, понятно. Нужно, должно отдать ее мужу. Он верующий человек. И он все дни был с ней. Я удивился. И вот я не мог быть, а он был там с ней. Мы хотели вот всем нашим телезрителям пожелать следующего. Не сдавайтесь. Бог, которому мы поклоняемся, живой Бог. Он может послать исцеление, а может не послать исцеление. Но если он не послет исцеление, то он помажет сердце елеем. И это будет утешением также. То есть, никогда не нужно Господу ставить ультимативные какие-то требования. Сделай так, Иисус. Нужно научиться говорить, Господи, да будет воля Твоя. И в то же время Библия говорит, открывайте ему свои желания, говорите о своих желаниях. И в Библии так и написано, Бог скорый помощник в бедах. Он либо пошлет просимое, либо пошлет свое утешение. Но в любом случае, Бог, которому мы поклоняемся, живой Бог, любящий Бог, милующий Бог. И Он говорит, только я знаю, что вам во благо. И я думаю, что верующие люди никогда не остаются разочарованными. Что бы ни происходило, через что бы они ни проходили, они всегда будут благодарны Господу. Благословение вам. И мы помолимся. Отец Небесный, я прошу Тебя, Господи, утешь тех, кто проходит прямо сейчас путем серьезных испытаний. Господи, помоги этим людям начать благодарить Тебя. Благодарить за то, что до сих пор хранимы Тобой. До сих пор Ты их благословил. Я прошу Тебя, Господи, утешь тех, кто, может быть, лишился кого-то. Кто-то остался, может быть, наедине со своими проблемами. Господи, помоги и благослови, чтобы в церкви находили утешение. Чтобы родные и близкие жили, радуясь друг другу. Укрепи, Господь, поддержи и защити. Я благодарю Тебя за то, что могу об этой истории, истории жизни своей, поведать многим людям. Господи, помоги нам всем поддерживать друг друга, благословлять друг друга и благодарить Тебя за все. Великого, вечного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok